Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска по традиции небольшой анонс главных тем. Преступление без срока давности. В Дагестане силовики задержали участника НВФ спустя 24 года. 40 тысяч рублей за устройство ребенка. Сергей Меликов озвучил факты коррупции в детских садах и поручил с этим разобраться. Спрос растет, доставка дорожает, а рубль падает. Как в таких условиях обеспечить продовольственную безопасность региона, обсудили участники стратегической сессии в Махачкале. В этой газете интересно и познавательно все. В Доме дружбы наградили отличившихся работников издания Ас-Салан. В Дагестане силовики задержали участника незаконного вооруженного формирования спустя 24 года. Бывшего члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, Еврагима Магомедова взяли в селе Новососедли Хасавитовского района. Его разыскивали за участие в нападении на Новолагский район в 1999 году. Магомедова обвиняют сразу по нескольким статьям ОК РФ. Бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Детские сады Махачкалы будут проверять на предмет коррупции. Такое поручение дал Сергей Меликов. Ситуацию в некоторых садах он назвал беспределом. Особенно главу республики возмутил случай с дочкой участника СВО, который не взяли в детсад якобы из-за отсутствия мест. Но выяснило, что в это же время туда устроили другого ребенка за деньги. Участника СВО нет, а за 40 тысяч рублей мы этого ребенка берем. Я требую и в протокол включить в течение января-февраля все детские садики проверить во всех муниципальных образованиях. А вам, Ихья Гаминович, и Телекаву эту работу взять на контроль. Обеспечение продовольственной безопасности Дагестана. Стратегическая сессия, посвященная этому вопросу, прошла в Махачкале на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Участниками мероприятия стали более 200 человек. О чем говорили и к чему пришли, расскажет Салья Магомедова. Обеспечение продовольственной безопасности – тема сложная и объемная. И поэтому неудивительно, что на ее обсуждение ушло почти три часа. На стратегической сессии говорили обо всем и даже о яйцах. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил не только проблему, но и сказал, как она решается. У нас запущены предприятия в Бунарском районе, запущены предприятия, возобновили работу предприятия в Кизярском районе. Сейчас имеется еще ряд предприятий, которые хотят этим заниматься. У нас в бюджете республики заложены определенные финансовые средства, в частности субсидирование организации производства подовольственной яйцах. Но у нас так получилось, что в последнее время была востребована курятина, и все перешли на бройлерное производство. Это, конечно, тоже была недоработка органов власти, но мы уже сделали соответствующие выводы, и в данном направлении работа проводится. В чем-то наша республика все же преуспевает. Например, в производстве баранины, овощей, фруктов, бахчевых и сельскохозяйственных культур. Главные вызовы сегодня перед АБК республики – повышение эффективности использования земель и продуктивности скота, перевод сельского хозяйства на технологическую основу и развитие агрологистики, чтобы та продукция, которая производится, могла в производящей сети находить своего потребителя, уважаемые коллеги. Спрос повысился, доставка подорожала, курс рубля упала. Вот и причины, по которым выросли цены на продукты. И не только на яйце, но и сами куры, а также огурцы, помидоры, картофель, репчатый лук. Министерство промышленности и торговли Дагестана анализирует увеличение стоимости товаров, которые ввозятся в нашу республику. Мясо птицы 70% местное, а также Ставропольский край и Московская область. Яйца куриное здесь, я помню, с ним уже не сказал, что 30% производится в республике Дагестан, однако 70% завозится из Краснодарского края, Ставропольского края, Свердловской области, Челябинской области. Соответственно, ее накладка идет в размере до 20% производителя, поставщиков, от ТВК до розницы, и там промежуточное зрение присутствует дополнительность. Сырые, кроме твердых, практически все дагестанские. Картофель 7% Астраханская, Волоградская область, Белоруссия и Египетия. Капуста 100% местная у нас, и сахар 100% краснодарский. Поэтому все остальные продукты у нас на сегодняшний день, к сожалению, наблюдаются рост из-за увеличения стоимости доставки, о чем отключают авторики. Участниками стратегической сессии стали более 200 человек. Это министры, депутаты, главы городов и районов республики, аграрии и ученые. Выступавшие говорили, что надо выходить на собственные производства и увеличить их объемы. Другого способа обеспечить продовольственную безопасность в условиях санкций может и не быть. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В последнее время увеличилось количество провокаций и попыток из-за рубежа дестабилизировать ситуацию в обществе. Деструктивные силы, которые находятся в бегах на Западе, призывают дагестанскую молодежь на противоправные действия и толкают на совершение серьезных преступлений. После аэропортовских событий любое заявление в социальных сетях воспринимается пока настороженно, с волнением за молодежь, чтобы не натворили новых ошибок. Стревоженность за судьбы прихожан ощущается и в голосе имамы мечети на улице Малыгина и Нусхаджи Исрапилова, который обращается с призывом не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах и протестных акциях. Он говорит о недопустимости разжигания розни и смуты среди населения, используя национальные и религиозные факторы. Саламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Дорогие мусульмане, сегодня много провокаций и за зарубежом призываю не поддаваться этим призывам и не участвовать в битингах и смутах. Это делают те, кто хотят разделить наше общество. То, что делают эти люди, не имеют отношения к исламу, к мечети, особенно на улице Малыгина 60. Я противник этого митинга, иншаллах. 22 декабря на Малыгиной мечети не будет митинга. Награждение отличившихся работников газеты «Ас-Салам» прошло в Доме дружбы в Махачкале. Издание пользуется популярностью у миллионов читателей во многих регионах России. И здесь очень важную роль играют распространители, которые доставляют газету в самые отдаленные районы и города. Без их кропотливой работы многие читатели не смогли бы увидеть на страницах газеты интересные новости и статьи. Подробности мероприятия в сюжете Аиши Тухаевой. В издании «Ас-Салам» трудятся менеджеры по распространению газеты во всех регионах России, от Калининграда до Магадана. Началась церемония с чтения аятов Корана и приветственного слова заместителя муфтии республики. В первую очередь хочу вам передать слова приветствия от муфтия шейха Ахмада Фанди Аббуллаева. «Ас-Саламу алейкум арахмату Аллахи та'ала баракатуху». И пожелать искренности, успехов в нашей работе. Амин. Особая признательность, я думаю, заслуживают те работники, те люди, которые причастны именно к подписке, именно к доставке по адресату этой доброй газеты. Потому что это тяжелая работа ходить, находить желающих, порой донести до них важную информацию. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова стояла у истоков создания газеты «Ас-Салам» на заре 90-х. Она вспомнила историю первых выпусков издания, о том, как самостоятельно осваивала навыки издательского дела и ушла с государственного телеканала ради просветительской работы в духовном управлении. 28 лет назад, в первую очередь, конечно, если бы не сказали, что я столько лет проживу, я бы, наверное, не поверила. И второе, если бы 28 лет назад мне сказали бы, что газета приобретет такой масштаб, и вот в таком зале, что я буду чествовать итоги года газеты, то для меня это, наверное, тоже была бы фантастика. И поставленную задачу надо выполнять. Две ночи я не спала, два дня вот я жила в этой редакции, и мы как-то её собрали, сделали. Я, одноборщица, верстающая втроём этот номер ещё двухцветный. Это тоже вообще, ну, те, кто с 90-е годы, здесь, наверное, может, мало кто сталкивался с печатью. Это очень сложная задача была сделать двухцветный номер. Но вот первая реакция, когда я в Муртияти заметила такие чуть-чуть косые взгляды, тоже женщина, почему она сюда пришла, здесь ли мужчины работают, а это вот молодая девушка какая-то, селевидение притащилась, она зачем, кому она здесь нужна? И я одного человека спрашиваю там, я говорю, почему они так косо на меня смотрят? Он говорит, а перед тем, говорит, как тебя туда позвать в редакцию, у Муртия был разговор с работниками редакции, это было четверо мужчин. Я это рассказываю, потому что в моей жизни нет такого фрагмента, о котором я не могла бы рассказать на камеру, вслух, среди людей, среди огромного количества людей. В последнее время я отвечаю на эти вопросы, потому что чем больше загадок, чем больше тайн, тем больше вопросов. Я не хочу, чтобы были вопросы. Почему женщина стала руководить медиахолдингом, газетой? Четверо мужчин разговаривали, они живы все, они разговаривали с Муртием Сайднухманом Хаджио Бакаровым, и он поставил перед ними эту же задачу. Они вчетвером стали доказывать ему, что это невозможно, что невозможно два раза в месяц регулярно выпускать эту газету. А вы знаете, вы распространители, знаете, насколько это важно не только сделать подписку, но и нести ответственность перед подписчиками и вовремя доставлять газету, за которую они уже заплатили заранее. Это важно для репутации газеты. И эти четверо мужчин доказывали Муртию Сайднухману Хаджио Бакарову, что это нереально, невозможно два раза в месяц выпускать газету. А он настаивал, он говорит, как? За подписку люди заплатили, даже несмотря на количество, когда, конечно, значительно меньше было. Но эти люди, они же ждут, надо это сделать, нужен этот праздничный номер. И в процессе этих споров, в конце он сказал, вы четверо мужчин не можете, я одну женщину, одну девушку поставлю на ваше место, и вы посмотрите, как она сделает. Сегодня в газете «Асалам» работает целый коллектив профессионалов. Авторы пишут свои статьи из разных уголков страны. Газета выходит на 13 языках народов России, а также на двух иностранных. Результаты впечатляют всех, в том числе государственных чиновников. Я бы сказал, вот актуальные вопросы, которые освещаются в страницах этой газеты, я сам являюсь читателем его. Они имеют сегодня, особенно в сегодняшних реалиях, большую значимость для того, чтобы правильно ориентировать наших людей. Я не скажу даже только мусульман, вообще людей, которых живут, работают, занимаются создательным трудом. Это очень важно. И я считаю, что дальнейшая тоже поддержка этой газеты, в том числе и в таких мероприятиях, нами, органами власти, депутатами будет. И мы с большим удовольствием сегодня принимаем участие. В середине 90-х прошлого столетия газета «Асалам» не только выстояла против деструктивных течений в республике, но и во многом смогла уберечь от ошибочного пути сотни молодых и горячих сердец. Отличившиеся работники газеты получили грамоты и подарки. Награду свою они заслужили усердным трудом в течение года. Также награды и благодарность от руководства газеты получили все те, кто активно поддерживает ее. Среди них представители различных сфер – спортсмены, общественники, волонтеры. Среди собравшихся также разыграли поездку на Малый Хадж. «Буквально недавно один приезжий из Москвы гость спросил меня, как вы вообще чувствуете себя в Дагестане. Он сказал, что мне такое ощущение, что вот вы женщина, которая работает, которая все время на виду, вам не сложно. Я сказала нет. Нет, потому что какие-то там рабочие моменты, они всегда везде присутствуют, но среди вот этих людей, которых я сегодня здесь вижу, среди огромной мусульманской умы Дагестана и не только Дагестана, но и Россия. Наши представители везде много очень, вы знаете. И в России, и за ее пределами даже. Я чувствую себя как дома. Уютно, тепло, как в своей семье. И это я вам показала заставку, которая у меня есть на телефоне, где здесь вот видите, сельсилия. Это цепочка передачи знаний от пророка Мухаммада, салам, до сегодняшнего дня. Это все имена духовных наставников, учителей. Я им сказала, что независимо от моей личности, от того, какая я, и от моей характеристики, то есть я, получается, вхожу в число тех матерей, все жены этих людей являются матерями для мусульман. Я вхожу в это число. И поэтому восприятие этой умы этих мусульман в отношении меня тоже как с духовной матери. И так получилось, что плюс-минус та аудитория ребят, которые сегодня собрались здесь, распространители газеты «Ослам», они по возрасту такие же, как мои два сына. Поэтому я себя чувствую очень уютно, очень тепло. И я их очень-очень сильно всех люблю. И желаю, чтобы Всевышний везде берег, защищал их. И чтобы много-много милости от Всевышнего, они увидели, чтобы Всевышний облегчил все испытания. Все испытания для тех ребят, которые работают во благо людей, во благо мусульманской умы, чтобы облегчили им все испытания, которые возможны в этом мире. А в том мире, чтобы для них была всегда открытая дверь, открытые ворота в райскую обитель. Аминь. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. 177-му отдельному полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии присвоили почетное наименование «Гвардейский». Указ об этом накануне подписал президент страны Владимир Путин. Соединение базируется в Каспийске, а в его составе проходит воинскую службу сотни дагестанцев. Руководство и личный состав полка с этим событием поздравил и глава региона Сергей Меликов. И к новостям спорта. Тэквондист Гашим Магомедов завоевал олимпийскую лицензию на игры 2024 в Париже. На Олимпиаде во французской столице уроженец Шемельского района представит национальную сборную Азербайджана. В ее составе он в этом году выиграл чемпионат Европы. Лицензию на главные игры четырехлетия Гашим Магомедов добыл в весе до 58 килограмм, выиграв на турнире в Китае. Спортсмен является воспитанником своего отца Магомеда Магомедова. Более двухсот грепплеров из разных уголков Дагестана и регионов Северного Кавказа стали участниками открытого республиканского турнира в Дагогнях. Лучших спортсменов определяли в пяти возрастных группах от 10 лет и старше. Соревнования «Огни-Опен» в Южном Дагестане проводят уже в третий раз. В этом году победители помимо медалей и грамот также ждали чемпионские пояса и денежные премии. Организатором турнира выступил клуб «Юниверсал Файтерс». Я думаю, что в следующем году, если в следующем году, этот турнир примет статус международного. В этом году статус, хоть и республиканский, но у нас гости из разных регионов России, из республик Северного Кавказа, из Саврохольского края и т.д. На самом деле мы чувствуем ту конкуренцию, которая на этом турнире есть. И с каждым годом мы хотим, чтобы улучшать именно уровень турниров. Хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров, всех наших тренеров, что пришли, поддержали. На самом деле для молодежи республики необходимы такого рода мероприятия, чтобы они сплачивались вокруг главных ценностей, вокруг спорта. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Всего доброго, хороших вам новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова